Есть две, на мой взгляд, общественно-политические тенденции, которые формируют вообще современную российскую действительность. Первая тенденция заключается в том, что жизнь стала веселее, как сказал Дмитрий Медведев. То есть какая-то либерализация все-таки происходит. Люди, которые не высказывали свою позицию, начали высказывать позицию. Люди, которые высказывали, начали высказывать их более активно. И завершая эту картину, мне кажется, вот эту картину либерализации, вчерашняя встреча президента с представителями несистемной оппозиции. Но не все там были, не было, естественно, не было Навального. И вторая тенденция, она вытекает из первой, и заключается она, на мой взгляд, в том, что происходит поляризация такая между людьми, которые поддерживают существующий строй, и теми, кто этот строй не поддерживает. Условно говоря, болотное и поклонное. И в этом смысле эту тенденцию подтверждает, как раз, мне кажется, вчерашний срыв подписания коалиционного договора, который должен был пройти по Монтану ЧС, если не ошибаюсь. А вот как вы оцениваете вот эту тенденцию либерализации в контексте вчерашней встречи? И срыв договора. И вообще вот этот договор мог быть очень эффективен, вам кажется? Я просто не знаю ни одного серьезного политика, который подписался по этим договорам, потому что, в том числе, Владимир Владимирович Путин, был не с первого подписывания, он говорил во всех остальных ингредиентов в президенты. Это продукт болезненного психотворчества Сергея Ивановича Кургенина, который лично дикотепит подписать ничего не значимого ума, ему кажется, что за этим стоит история. Ясно, договор о честных выборах – это какая-то реальность среди 90-х годов, которая обязана только жертвам этих честных выборах, но не палача. Ясно, этот проект был обречен, и по такой причине министр культурчайным ситуациям влип с этим делом непонятно, видимо, в Крыму решили, что он уже засиделся, и он как-то его подставится, переформирование нового кабинета в мае. А что, кстати, с вчерашней встречи президента с представителем не системная оппозиция, то, несмотря на присутствие таких совершенно фотосцентрологических персонажей, о которых никто никогда не вспомнит ни до встречи, ни после, ни века, типа Старго Жулика Панфилова из партии Кедр, который сдавал свою партию на билет в аренду, или какие-то, черпаем, Михаил Лярмонтов. Кстати, идеальный полкверт был бы на сером Кавказе, человек с таким образом. Да, первый раз слышал такого черта в российской политике. Несмотря на определенную анекдотичность, случившуюся все равно, самок присутствует у Дальцова с подушкой Пономарькова за президентским словом. Это уже новая политическая реальность. И в этом смысле я считаю очень правильным каждое решение в формате президента Дмитрия Зея о замене Владислава Цирковым, как кремлевского упоратора в мунии политики, потому что Владислав Юрьевич, несмотря на свои претензии на старой листатус-интеллектуолог, в российском обществе фактически удовлетворял свои ювенильные комплексы за счет сударственных ресурсов. И к этому сводилась его основная функция. То есть, если что при нем присутствие у Дальцова или даже Немцова с Рыжковым в президентском предмете было бы невозможно. И как бы не относиться к новому составу администрации, вовсе непреоценимым. Ресурсы, которые сегодня занимаются, внутри не политикой, с Вячеславом Володимым, но, видимо, этих комплексов у них нет или пока нет. При этом на месте Дмитрий Анатольевича лучше пришел на площадь. Ему все равно ничего не угрожает физически там. Разговор получился, я думаю, поинтереснее. Как Карпачок шел в народ, наверное, это было бы правильно. Что касается вчерашней встречи, конечно, абсолютно она с точки зрения участников странная. Что касается договора, по-моему, надо было просто информационное поле чем-то загрузить. Именно поэтому странный шойку, который давно просится на другую какую-нибудь доступ, уже, насколько я знаю, лет 6-7 просит. С точки зрения чего глубокого в этом договоре, с точки зрения его практических времени, не вижу.